Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение, я Евгений Монархович. Начинаем мы нашу передачу на Польесе-Арена, где готовится сборная Гомельской области, читаясь дешевым Чужином Польесе, 2004 года рождения. Спартакяда Республики Беларусь по волейболу среди девушек 2004 года рождения и моложе стала одним из последних соревнований сезона 2018-2019. И можно посочувствовать девчонкам данной возрастной категории, которые в летнюю пору не играют в любимый волейбол на песке под открытым небом, а оттачивают мастерство в зале. Хотя это в какой-то степени профессиональные спортсменки, воспитанницы в специальных волейбольных классах и тяготы тренировочных будней. Их, по идее, не должны сбивать цели, кое для сборной Гомельской области на республиканской спартакяде всегда является победа. Хочу сказать, что до сих пор уже на протяжении лет 15 конкуренции в Гомельской области мы не испытываем. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как и плохо, с другой стороны, своими участвуем, вроде как престиж, статус. Ну, это очень почетно, конечно, представлять Гомельскую область. Ну, в первую очередь, конечно, мы представляем завод, наш город, школу в первую очередь. То есть, хотелось бы, конечно, при участии в данных соревнованиях за Гомельскую область, конечно, иметь поддержку все-таки областных структур, вышестоящих в плане обеспечения инвентарем, формой, чего они происходят, конечно. Хочу сказать, чтобы специалисты не думали в республике Беларусь, что так все очень просто, жемчужине удается. И, ну, то есть, очень тяжело это все. И кадры свои растим, и девочек рассматриваем, отбираем, поэтому то, что формируем классы сборной команды, конечно, труд, это, я могу сказать, это адский труд, и организационный, и финансовый, поэтому, ну, просто, конечно, он доставляет удовольствие. И очень приятно, что наша команда опять представляет Гомельскую область в спорте для школьников. Надеемся, конечно, как обычно, то есть, ждем первое-третье место. Хотя будет очень тяжело, конечно, ну, в троечку попасть, конечно, это надо. Приятное показательное, что с дюшер жемчужина полеса имеет своих представителей в сборных командах страны и в классическом, и в пляжном волейболе. А ведь это совсем непросто готовить универсальных спортсменок, так как все девушки, выступающие на пляжных турнирах, это представительница волейбола классического. Так или иначе, мы как спортивное учреждение, конечно, хотим, чтобы наше было представительство национальной командой республики Беларусь. Что касается волейбола, конечно, у нас приоритет, конечно, классический волейбол, ну, естественно, если он не, конечно, пляжный волейбол, но пляжный волейбол только в том случае, конечно, если он не ущерб к классическому волейболу. Поэтому стараемся, конечно, максимально по возможности летом, чтобы наши участники были в пляжном волейболе и представляли сборную республики Беларусь на различные соревнованиях. Поэтому представители есть и в пляжном, и в классическом волейболе, конечно. Спартакеда школьниц принимала молодечно, просторный игровой зал Ледового дворца. И в этой связи большим подспорьем являлся тот факт, что сбор к республиканским соревнованиям сборной Гомельской области, читая «Жемчужная Полесья», проводила на Полесье арене, которая гостеприимно распахнула свои объятия перед лучшими волейболистками нашего региона 2004 года рождения. Конечно, Полесье арене предназначено для этого. Наша самая главная задача – это развитие этих видов спорта. Это волейбол в основном, и не футбол, и баскетбол. Мы потихонечку сюда вводим новые команды, и эти команды именно на процессе нашей материальной базы дальше развивают свои умения, навыки и повышают свой уровень. Пользуясь случаем, спросим у Сергея Витальевича о состоянии дела на Полесье арене. Будет ли совершенствоваться тот же игровой зал путем приобретения, к примеру, специального волейбольного покрытия? Конечно, первую очередную задачу мы ставим – это расширение материальной физической базы для того, чтобы было более комфортно проводить учебно-тренировочный процесс нашим волейболистом. И планируется, естественно, постепенно получать комфортность, получать материальную базу и приобретать какое-то оборудование для того, чтобы было не только удобно для наших спортсменов, но и создать условий комфортный для болельщиков. Ну что же, в сезоне 2019-2020 болельщики мозорского спорта сами смогут оценить нововведение. А в том, что трибуны Полесье арены будут заполняться под завязку, нет никаких сомнений. Но то в пору состязаний на тренировках девчата занимались без публики. И это, понятно, шла непростая, порой нервная тренировочная работа, особенно ответственная в предсоревновательных. У нас сейчас проходит сбор с 4-го числа. Проходит он в Полесье арене, 9 дней сборов. К сбору подключалась у меня девочка Настя Казенец, вызывали мы ее из училища Олимпийского резерва. Конечно, все основные игроки – это мой 9-й класс, 9-й школы. И две девочки подключались из 8-го класса к Анопича Владимира Николаевича. Что касается результата, то каким его видела Галина Константинна в преддверии главного республиканского сорта года для девочек возрастной категории 2004-2005 года рождения. Ну, если я опираюсь на результаты прошлой спартакиады, то можно сказать, что, в принципе, у нас по 4-му году все команды действительно равны. Поэтому сложно предугадать результат. Мы, конечно, нацелены на призовые места. Вот над ним пока и работаем. Над результатом Галина Константинна работала нищая, ни себя, ни своих подопечных. И только неустанным трудом можно было добиться мастерства достаточного для отзавоевания титула лучшей команды республики. На осеннем республиканском турнире этот титул достался волейболисткам Молодечна, представляющим сборную Минской области. Сейчас на родной для себя арене действующие чемпионки поэзии должны были выглядеть еще сильнее, но и наши спортсменки. Не зря провели сезон 2018-2019 тем патчем, тогда осенью сборная Голоминской области обыграла соперницей с Молодечна. Однако поражение от команд Грудницкой и Могилевской областей не позволили жемчужинкам взять перенество. Тогда не позволили. На сей разжила надежда, что дело будет обстоять иначе. И жемчужина Полесе, заняв одно из двух первых мест своей подгруппы, выйдет в финал четырех, а затем и завоюет золотые медали. Это вторая спорта Киада, это спорта Киада школьников. Осенью у нас была первая, мы заняли второе место. Мы очень хорошо сыграли с Молодечной, надеемся, что в этот раз тоже их выиграем. Ну и надо постараться не проиграть остальным. Алина – основная пасущая своей команды и от нее. Как от дирижера атак ждут многого. Соответственно, вели груз ответственности, который передается Живлаковой. Или наша собеседница не испытывает привычного большинству спортсменов при соревновательном волнении. Перед игрой, да, груз всегда есть в любой амплуа. Но когда я играю, я полностью посвящаю себя волейболу, это меня отвлекает. Про цели и задачи нашей команды мы рассказали. А вот что думает Алина Живлакова относительно выступления своей команды на республиканской спорта Киаде школьников. Нам ставят призовые места, цель. Но, конечно, первое место, только первое. Девчонки являются ученицами специального спортивного класса. И это уже волейболистка с определенным опытом, определенными знаниями и уровнем спортивного мастерства. Мы волейболом занимаемся уже пять лет. За эти пять лет я много чего узнала нового и многому научилась. Как считает Алина, чем сильна ее команда? Какие козлили на этой спарта Киаде у спорно-гомельской области? Я считаю, что в нашей команде все хорошо. И защита, и атака, и техника. В игровых видах спорта нередко встречаются спортсменки, которые любят исключительно играть. А вот тренировки для них скорее мира вынуждены. Случается, напротив, девчата и в игре в тренировке испытывают вдохновение и с большим энтузиазмом. Как борются за победу матчевых встреч, так и стараются как можно лучше исполнить тот или иной тренировочный лимит. Соревнования – это праздник. Я очень люблю тренировки. Мне очень нравится играть. А на соревнованиях мы с девочками очень дружны. И нам прям очень хочется играть в волейбол. В игре понятно, все интересно девочкам. А вот в тренировочном занятии – пора выполнения необходимых, но рутинных упражнений. Как к ним относится наша собеседница? Без этой работы нету игры, поэтому мы пытаемся сделать это упражнение, которое нам говорит Галина Константиновна. Насколько важно для Юлии Ковтуненко завоевать медали республиканской спорткеды школьников, которую наша команда так скрупулезно готовила в течение нескольких недель? Конечно, мы постараемся привести медали. Мы очень хотим на эти соревнования и очень сильно над этим работаем. Состязание проходило в Молодечном городе, который с полным правом можно назвать волейбольным. И для девочек играет ли роль место проведения соревнования? Возможно, заполнить межгоровую паузу, например, изучением достопримечательностей. Либо спортивный турнир – это только игры, подготовка к ним и ничего более. Ну, мы в этом городе уже играли не один раз. И в дороге мы больше думаем о игре, но на свой интерес у нас тоже есть время. Некоторое время отдыхаем, чтобы набраться сил, потом ходим по городу по достопримечательностям. Интересно, как происходит пресловутно настроенная игру у этой команды? С дешёвом «Жемчужной Полесье», которую тренирует Галина Константиновна Корнеевна. Галина Константиновна нас очень подбадривает. И ещё у нас есть капитан команды. Она очень жизнерадостная и вдохновляет нас на хорошую игру. Жизнерадостный капитан и, кстати, очень сильный игрок Рита Иванова никогда не унывает. И как бы сложно ни складывалась ситуация, эта девочка всегда ищет пути выхода из неё. Даже сейчас, когда большинство команд дешёвом «Жемчужной Полесье» тренируются на песке под открытым небом, а эта «Жемчужная» вынуждена заниматься под крышей, Иванова мало того, что старается найти преимущество тренинга в ребула классического, она в данный момент даже не рассматривает вариант перехода на песок волейбол-плежный. Мне привычно тренироваться в спортзале, и поэтому мне не жалко, мне хорошо в спортзале, и я не хочу переходить на пляжный волейбол. Удаётся ли Рите Ивановой побороть усталость после тренировки? Вообще нравится ли капитану сборной области этот учебно-тренировочный сбор? Мы очень устаем на тренировках, так как их много, однако продолжаем верить, что это не зря, и на «Спортокеаде» мы займём первое место. Как считает Рита, что сложнее – удержать место на пьедестале почёта или постараться сделать ещё один шаг наверх в золотой медали, можно сказать, вершине отечественного волейбола возрастной категории 2004 год рождения и моложе? Наверное, сложнее будет всё-таки занимать первое место, так как это труд, это постоянное стремление вверх, и мы будем очень стараться, чтобы просто занять первое место. Кроме волейболистов, с которыми нам удалось побеседовать, стоит отметить других лидеров этой команды. Анастасию Минаеву, Дарью Дербенёву, впрочем, все спортсменки, кто готовился к этой «Спортокеаде», является командой, которая сильна прежде всего своей сплочённостью, и начиная с 13 июня сборная Гомельской области начала свою турнирную поступь на республиканской «Спортокеаде» школьни следующим образом. Поражение от команды «Минска-03», что значительно затруднило продвижение нашей команды к наградам, но затем случились победы над соперницами «Минской» и «Могилёвской областей-3-0», что позволило подопечным Галины Константиновны Корнеевой отобраться в квартире сильнейших команд. Однако там случилось поражение от команды Гродненской области «0-3», что определило нашу команду на итоговое четвёртое место вне зависимости от результата завершающей встречи, которую, кстати, наша команда выиграла. Со счётом 3-2 повержена оказалась команда Брестской области, занявшая в итоге таблице второе место. Бронзовые медали у городненчанок. На высшую ступень пятистала почёта «Столичный спортсмен». Но ничего, эти же «Мчужинки» ещё нынешним летом получат шанс завоевать медали республиканского «Спартакяда» на по волейболу «Пляжному» в июле. А уже на этой неделе за победу на первенстве Республики Беларусь на возрастной категории 2003 год рождения и моложе поборются старшие спортсменки с дюшер «Жемчужином» по лесу. И одной из соискательных наград станет Екатерина Деева, которая на прошлой неделе держала победу на отборочных областных состязаниях. На области я играла в паре с Сашей Чуб. Мы заняли первое место. В финале мы играли с «Новой Гутой» и успешно выиграли 2-0. И сейчас скоро поедем на Республику занимать призовые места, я надеюсь. Катя в преддверии областного тура проходила подготовку в составе национальной команды. А она готовилась к европейскому перенесу среди девушек по пляжному волейболу. И это наверняка принесло свои плоды. То, что я была на сборах в Минске, это, конечно же, помогло. У меня там появилось больше опыта. И я узнала очень много нового. Конечно, это помогло новости. Конечно, у каждого тренера по-своему. И там, наверное, больше взрослый волейбол идет. Я старалась показать то, что могла. Ну и как бы тоже набираться опыта у других девочек, что они умели уже в этот момент. Любопытно, с кем в паре будет играть на республиканском переулке Екатерина. И какие роли будут исполнять девочки на песчаной площадке. Скорее всего, на республике я буду играть Сашей Чуб. Я иду больше в роли блокирующего, а она в роли защитника. И как бы так в волейболе пляжном всегда устроено. То есть, ну, можно заменять друг друга. На какое место настраивается Катя на республиканском перенстве? Как рассчитывает Деева выступить, защищая честь сборной Гомельской области и своей родной из дюшер «Жемчуж на полезе». На республике, я надеюсь, мы займем призовые места и даже должны первое место занять, в принципе, если постараемся. Главное не допускать своих ошибок и поддерживать друг друга. На республиканском перенстве сборной Гомельской области существенно усилится Анна Карабинович, которая вместе с брещанкой Викторией Костючей и под руководством своего тренера Надежды Асиньорда Повской на прошлой неделе в австрийском Бадене играла матчи чемпионата Европы среди девушек до 18 лет по пляжному волейболу. И уступив на групповой стадии испанкам, литовская парень, но обыграв в финнах, наша команда вышла в плей-офф, где, к сожалению, уступила чешская сборная будущим обладательницам бронзовых медалей. Уже знакомые нам испанки вторые, а чемпионками Европы среди девушек 2002 года рождения и моложе стали российские спортсмены. Кстати, эта пара, Анна Карабинович и Виктория Костючек, может завоевать награды международного турнира в этом году, причем самого престижного чемпионата мира, но по волейболу классическому. В начале сентября Египет принимает финальный этап планетарного перенества среди девушек 2002 года рождения и моложе. И Анна Карабинович и Виктория Костючек приглашены на сбор национальной команды, а там уже будет проходить окончательный отбор в команды для поездки в Африку. И уж точно, в Африке будет играть наша следующая собеседница, пожалуй, главная звезда белорусского девчонного волейбола Дарья Вагулка. Сезон 2018-2019, выступавшая за командой Сеспубликанского государственного училища Олимпийского резерва. По окончании сезона Даша приехала в родной Мозырь, и мы не могли не воспользоваться возможностью взять у воспитанницы с дешевым Чужинополесье интервью. Я приехала для того, чтобы сдать тесты, побыть с семьей, возможно, снова насладиться тем детством безудержным и снова работать. Я уже определилась с клубом, это будет клуб Минчанка. Какие у нас будут соревнования? Это мир и фестиваль. Мы к ним будем усердно готовиться. В составе сборной команды Даша предстоит участие в Олимпийском фестивале в Баку. Далее уже вышеупомянутый чемпионат мира. И на этих стартах какой результат планирует белорусская сборная? О чем мечтает одна из ключевых волейболисток этой команды? Мы будем, конечно, предстоит на медали. Во-первых, будем усердно готовиться, чтобы достичь высших достижений. И все будем для этого делать. Что до нового клуба, столичной Минчанки, то почему Даша именно на этой команде остановила свое внимание? Какой видит свою спортивную жизнь в этой волейбольной дружине воспитанница Мозорского волейбола? Потому что, во-первых, я там уже освоилась и буду стараться попадать в основной состав. Мы все же верим, что Даша еще сыграет в родном Мозоре за жемчужину по лесу. Быть может, после нескольких лет выступлений на международной арене в начале состава Минчанки, после престижного зарубежного клуба и ее карьера Дарьева Кулка. Пример для подражания сегодняшним молодым дарованием в том плане, что из просто перспективной девчонки можно при большом желании настойчивости вырасти в настоящую жемчужину белорусского волейбола. Каждой жемчужинке я хочу пожелать, чтобы они стали хорошими волейболистками, достойными и служить тренером на каждой тренировке и влаживаться на все 100%. Ну что же, нам осталось пожелать дальнейшего карьерного роста этой талантливой спортсменки, которую из дешевого жемчужина по лесу готовили Петр Пархимчик и Владимир Коноплевич. И несмотря на то, что в сезоне 2019-2020 Вакулка будет защищать цвета Минчанки, она, Даша, навсегда останется воспитанницей спортивной школы Мозорского нефтепроватывающего завода одной из ярчайших жемчужин.